В эфире новости 24. О последних событиях, происходящих в республике, вам расскажут мои коллеги и я, Махач Курбанов. Завершился республиканский межрелигиозный форум молодежи. Его итоги, впечатления участников и представителей разных религиозных конфессий в нашем материале. Дагестанец, борец, хранящий адаты предков и наставляющий на верный путь потомков, живет в Хунзахском районе. Специальный репортаж наших корреспондентов. В Дербенте прошел самый крупный турнир Южного Дагестана по грэпплингу на призы муфтия шейха Ахмада Афанди. Завершился республиканский межрелигиозный форум. На протяжении шести дней более двухсот участников, представляющих три мировые религии, ислам, иудаизм и христианство прошли образовательную программу, выступили в спортивных турнирах и посетили исторические достопримечательности республики. Обо всем этом расскажет Гамзат Нурмагомедов. На закрытие слета приехали представители власти и духовенства республики, именитые спортсмены и общественные деятели, а также гости из соседних регионов. Выступающие отмечают необходимость подобных мероприятий для мирного межконфессионального сосуществования и ограждения молодежи от воздействия псевдорелигиозных течений. Одна из главных задач нашего слета – это было общение друг с другом. И думаю, в ходе, в результате этого общения у нас у всех больше появилось взаимного понимания, больше появилось взаимного уважения. Это, я думаю, самое главное на сегодняшний день. Мы все это понимаем, и мусульмане, и христиане, и иудеи, чтобы молодые люди воспитывались именно в традиционных религиозных ценностях. У нас общая задача, у нас общий дом, общие цели. И на этом пути хочется пожелать всем нам Божьей помощи, помощи Всевышнего, в котором мы очень нуждаемся. После пожеланий и поздравлений со сцены звучат строки священных писаний ислама и христианства. ПЕСНЯ ПЕСНЯ За время пребывания на форуме молодые люди прошли образовательную программу. Для них выступали не только авторитетные религиозные деятели, но и специалисты в области организации ведения социальной работы. Очень важно, чтобы современная молодежь получала идеологическое образование, чтобы она была просвещенной, грамотной, чтобы она разборчивой была в этих сложных, в этих трудных и острых вопросах. Помимо образовательной программы, ребята соревновались в спортивных турнирах по футболу, волейболу и стрельбе из лука. Победителям-брузерам вручили грамоты и копки. Что примечательно, каждая команда состояла из представителей разных конфессий. Очень приятно, что сегодня такой форум здесь проходит. У нас в республике не первый раз, но в этом году, по-моему, она один из лучших форумов. Поэтому хочу поздравить всех молодых ребят, пускай занимаются спортом, укрепляют свое физическое здоровье. Для участников также организовали поиски в Дербет и Ахульго. В древнейшем городе они постили крепость Наринкала, соборную мечеть, церковь и синагогу. В высокогорном Ахульго ребята постили мемориал общей памяти и познакомились с великой историей имама Шамиля. Я никогда раньше не был в горах, начну я с этого. Мне очень понравилось. Вообще, это так, вообще, аж дух захватывает. Больше ничего не могу сказать. Понравилась крепость. Конечно, идти туда долго, тяжело, но нормально. Мне очень понравилась, особенно лекция. В завершении церемонии закрытия слета участникам вручили памятные сертификаты. Учитывая то, что к нам приехала активная молодежь, все-таки из муниципалитетов, от конфессии, мы надеемся, что эта молодежь, вот тот опыт, те знания, которые они приобрели здесь, они используют в своей практике, в своей работе. И, несомненно, работа, выполняемая ими, будет на более профессиональном уровне проводиться. Вот и закончились плодотворные дни форума. Несомненно, каждый его участник унесет с собой ценный багаж знаний, новые знакомства и, конечно же, приятные воспоминания. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Карабдахкенский район. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов посетил Табасаранские и Магарамкенские районы. Министр прибыл в муниципалитеты для вручения государственных наград сотрудникам МВД, погибшим при исполнении обязанностей. Награду «Орден мужества» посмертно старшему участковому, уполномоченному полицией МВД России по Табасаранскому району майору полиции Гасану Муталибову. Ну а в Маграмкенском районе министр вручил «Орден мужества» посмертно инспектору отдельного батальона ДПС по республике Дагестан лейтенанту полиции Давиду Фатахову. Гасанов и Фатахов оба пытались вместе со своими товарищами, сотрудниками полиции остановить подозрительные машины. На разных участках, но в момент остановки и досмотра произошел взрыв. Ребята скончались на месте. Вручив ордена семьям погибших, министр заверил, что сотрудники его ведомства будут всегда рядом, делая все от них зависящее, чтобы хоть как-то помочь перенести боль утраты близкого человека. Ценой очень большой крови мы заслужили некоторое спокойствие в нашей республике. Для примера, в 2010 году я сегодня был в Городкенском районе и говорил, в 2010 году мы потеряли 102 сотрудников. Вы представляете, какая это цифра? 102 сотрудников, чтобы погибли в мирное время. Человек-раритет, так его называют односельчане, ходит в Черкесске и абсолютно не признает современный вид мужчин. Житель Хунзахского района села Арани Абдулла Гусейнов считает главный дух горца, а внешний вид неотъемлемая его часть. Как Аксакал хранит обычаи горцев в специальном репортаже моих коллег. Я даю вам пить зам-зам, чтобы вас тоже наш Аллах вызвал на священную землю. Сделать до-а-до и после трапезы, принять гостей. Для Абдулла Гусейнова это привычные вещи, ведь каждый гость это прежде всего кунак. А их ему приходится встречать нередко. Мужчина работает водителем такси и к вопросам приезжих уже привык. Чаще всего про одеяние. Им просто хочется видеть такого. Так сами соблюдать, одевать, это уже очень детские люди. Горцу 68 лет. В обличии предков ходит с 8 класса. Говорит, пытался во всем соответствовать деду и прадеду. Куда бы горец ни пошел, бурка будет ему домом. В горах, на равнине, и в снег, и в дождь. Если на тебе бурка, ты можешь переночевать где угодно. Человек в бурке не замерзнет. В семье Гусейнова пятеро детей, трое дочерей, два сына. Признается, хотел бы, чтобы и сыновья последовали его примеру. От чистого сердца они это не принимают. Не хотят отличаться от основной массы людей. Они не понимают, что это уважение к традициям предков. Черкеска, папаха, сабля – все то, что на выходе всегда при Гусейнове. Всем приезжим он рассказывает о каждой детали своего костюма. Как, например, о газырях, которые крепятся в один ряд на нагрудные кармашки. Раньше здесь наши шамильные моменты, которые в Муриде воевались, у них это порох не бывало. Порох ложили сюда, отсюда порох вставляли в это самое ружье и стреляли. Частью костюма горцев является гушкак – это платье, поверх которого надевается сама Черкеска. Гушката уже сто лет, поэтому горец относится к нему бережно. На сенокос и работы, где можно испачкать или как-либо испортить ткань, старается надевать обычную одежду. Помимо работы и домашних дел, успевает заниматься и общественными делами. Абдулла Гусейнов является местом уедином. Не работая, а уже своим долгом Абдулла Гусейнов считает приходить в мечеть. Пять раз в день он приходит сюда и призывает людей к молитве. Совершив намаз, Абдулла Гусейнов спешит на поле, но уже не для того, чтобы собрать скошенное сено, а поездить верхом на Ганнибале. Так зовут коня горца. Коня Абдулла Гусейнов купил пять лет назад, участвует во всех скачках и уже ни разу, ни два оказывался в числе победителей. За эти пять лет Гусейнов научился понимать, чего хочет конь, ведь Ганнибал умеет показывать хозяину свое настроение. Как этот ягненек прыгает вот так вот, играется, на дыбе становится, вот так вот, поднимается, кувыркается на снегу, в песке. Сесть верхом на коня задача не из простых, говорит горец, но удержаться и управлять им куда сложнее. Любой всадник, прежде чем сесть на коня, должен знать два правила. В левой руке он держит уздечку, а в правой – кнут. Он позволяет управлять скоростью коня. Односельчанин Мухтар Гаджидадаев часто приходит к Абдулле Гусейнову в гости. Слушает мудрые советы горца, но и не упускает возможности сделать пару снимков. Я как фотограф, вижу его как очень колоритного человека, и постоянно хочется его как-то фотографировать с разных ракурсов. Для Мухтара, как и для других жителей Аарани, Гусейнов – настоящий раритет. В селе горец удостоился звания Аксакал Хунзаха. В Дербенте прошел самый крупный турнир в Южном Дагестане по грэплингу на призы Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. В открытом чемпионате приняли участие более 100 грэплеров. Подробнее о турнире и победителях – Камзат Нурмагомедов. На торжественную церемонию открытия приехали представители администрации города, заместители Муфтия, именитые дагестанские спортсмены и общественные деятели. В своих обращениях выступающие призвали молодежь ставить перед собой высокие цели и всегда оставаться добропорядочными гражданами своей родины. Хочется выразить большую благодарность администрации спорта и всем представителям Муфтия, которые выделяют большое внимание развитию детско-юношеского спорта, взрослого спорта. И не случайно сегодня в этих соревнованиях принимают участие и школьники, и взрослые, и авторитетные спортсмены, которые добивались больших высоких результатов на различных спортивных аренах. Муфтия республики, шейх Ахмад Афанди выражает свое желание привить в сердцах нашей молодежи желание к спорту, чтобы они были заняты полезно, были всегда спортивно потянутыми, готовыми, как вызывает ислам к этому всех людей. Поддержать участников турнира прибыли не только родственники и друзья, но и действующие чемпионы мира, олимпийские чемпионы, звезды мирового уровня, которых ни один подобный турнир в Дербенте ни разу не видел. Отрадно, что она проводится именно в честь Муфтия республики сегодня, шейха Ахмад Хаджи Адулаева. И, конечно, это будет, наверное, таким шагом объединения, братства, чтобы мы, несмотря на кто какой нации, дай Аллах, дай Аллах, чтобы это было объединением наших целей, наши дагестанские умы. Главное, чтобы характером, чтобы боролись, духом и заниматься надо. Надо ходить, тренироваться. И желаю всем спортсменам удачи, сильнейших победителей. Выступить на грандиозном турнире съехали спортсмены из разных аулов и городов Южного Дагестана. Первенство проходит среди юниоров и взрослых. Участвуют не только новоиспечённые, но и опытные греплеры. Меня смотивировало то, что этот турнир организован в честь муфтия, шейха Ахмада Афанди. Именно это мотивацию дает, чтобы победить. Муфтия от республики с давних пор уделяет пристальное внимание духовно-нравственному воспитанию молодёжи Южного Дагестана. После предложения руководства спортклуба «Фалкон» провести турнир по греплингу, муфтия от Дагестана принял решение посодействовать этой инициативе. Я думаю, что это на сегодняшний день самый масштабный турнир, который здесь проходил. Ребята получат ценные призы. И огромное отдельное спасибо Ахмад Хаджи Абулаеву, муфтию республики, который помог провести этот турнир, в чью честь проводится этот турнир, что в свою очередь говорит нам о том, что этот вид спорта признан мусульманами. И действительно, греплинг объединил в себе техники всех борцовских школ. В этом виде единобор запрещено на нанесении ударов и использовании оружия. При этом ограничение в использовании болевых и удушающих приёмов минимально. Греплинг – это исключительно мудрый вид борьбы. И решающий значение имеет не грубая сила и функциональная форма, а прежде всего технический арсенал спортсмена. Об этом свидетельствует борцовский ковёр. Атмосфера в зале накалена до предела. Несмотря на удушливую жару, спортсмены на ковре выкладываются по полной. В упорной борьбе грепплеры Южного Дагестана выявляют чемпионов. То, что нам тренер говорил, гонял нас, это привело до нас в обеде. В качестве участника выступил 20-летний Мухаммад Гасанханов. У него сражения присутствуют физические ограничения. Обучается в исламском мидресе имени Мухаммада Яракского в посёлке Хазар. Несмотря на трудности, связанные с физическими особенностями, вышел на ковер наравне с остальными. И по итогам турнира, уступив лишь в финале, своему оппоненту занял второе место. Чувствую, когда я сам боялся, выступаю. Говорили, выступал, сейчас встал второе место. Как отмечают организаторы, такое количество участников и болельщиков, спортивных звёзд и именитых личностей приехал в Дербет на спортивный турнир впервые. Почётные гости вручили победителям, призёрам от имени Муфтия Дагестана, шейх Ахмад Афадид, ценные подарки, в том числе кубки, медали, грамоты и спортивную форму. Гамзат Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Дербент. Это было всё, о чём мы хотели вам рассказать. Далее курс валюты на завтра. Доллар 60 рублей 6 копеек и евро 70 рублей 46 копеек. Посещайте наш сайт в интернете nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!